С января они шли к намеченной цели. Девять педагогов состязались с визитной карточки на открытых уроках в педагогическом совете. Финишная прямая. Время принимать поздравления. От главы округа Сергея Рудицы памятный адрес озвучила его первый заместитель Рахима Сеченкова. Все участники конкурса уже победители. И тому свидетельство, уважение коллег, доверие родителей и любовь учеников. Конкурс пользуется особой популярностью среди педагогов округа. Это не только соревнования, но и стимул в дальнейшей профессиональной деятельности. Хочется верить в то, что ваша жизненная мудрость и душевная щедрость помогут нашим детям стать прекрасными специалистами, интеллектуально богатыми, физически закаленными, достойными гражданами Великой Родины. Виктория Николаева, депутат законодательного собрания, также поздравила собравшихся. Она один из инициаторов программы «Приморью. Достойную жизнь», в рамках которой уссурийских педагогов поощрили путевками в один из санаториев Приморья. Дорогие конкурсанты, примите от меня, от всей души, от всего Приморского края, от законодательного собрания Приморского края, вот большие слова благодарности за всю ту работу, которую вы делаете. С 1992 года в Уссурийске проводится конкурс. Все больше в нем стали принимать участие воспитатели и педагоги дополнительного образования. Сегодня стоят смелые, видно сколько участников уже было, сколько муниципальных образовательных учреждений участвовало в данном конкурсе. Я всегда хотел и хочу принимать в этом участие непосредственно, поэтому вот хотелось бы поздравить наших участников. Ценные подарки получил каждый конкурсант. По итогам интернет-голосования первое место взяла Анна Стародубцева, учитель начальных классов 14-й школы. И самый волнительный момент для всех участников – победительница конкурса. Ваши знания, они бесценны, и вам, как будущим конкурсантам, нужно просто достойно их представить. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.